Здравствуйте всем! Сегодняшний наш миф, следующий из книги Галяды, который мы будем разбирать, имеет название «Ра, Кама, Латырка». Миф достаточно печальный, повествует о смерти звезды и об окончании эпохи Крышиня. Но не будем забегать вперед, будем рассматривать все по порядку. Я буду зачитывать миф частями и пояснять. Пояснять я буду не все, какие-то моменты останутся для размышлений у тех, кто будет смотреть и слушать это видео. Итак, начнем. Во горах высоких уральских Разыгрались ветры буйные, То не золото осыпалось, То слетало листва с деревьев, То не серебро растилалось, Выпала порошица белая. Подошла пора, время осени, И состарилось солнце красное, Силы бога Ра ослабели. Стало тело его серебром, Стали члены его чистым золотом, Стали волосы лазуритом. И в горах завьюжилось вьюга, Закружился там черный ворон, Ра сказал небесной корове. Я живу, только сердце устало жить, Подними меня ввысь на рогах своих, Стану я небесной рекою, Той, что явь и нафь разделяет. Протеку по своду небесному, И стеку на матушку землю. И спросила его корова, Кто ж теперь озарит землю матушку? Пусть отныне золотой колесницей Правит сын мой великий хорс. И зимун к небесам поднимала Ра, Протекал он по своду небесному, И стекал Ра-рекою с уральских гор. В этой части мифа Описывается процесс Старения звезды или солнца Ра, Что свидетельствует о том, Что наши предки Владели не только астрологическими, Но и астрономическими, естественно, Наблюдениями и знаниями. И наблюдению за астрономическими событиями Было посвящено очень много в их жизни. На самом деле. Конечно, это были не какие-то Дикие племена, Живущие в лесах и в болотах. Люди, несущие очень высокую культуру И научные знания. Отдельно хочу обратить внимание На названия. Уральские горы. Это горы, лежащие у Ра. Значит, уральские. То есть некая земля, Которую освещало когда-то солнце Ра. Это название было перенесено На нашу землю, матушку, Нашими предками, Видимо, ввиду схожести Наших гор с уральскими горами. Но в самих мифах Речь идет, естественно, не о горах, Расположенных на земле в системе звезды Ярила, А о горах на иной земле. Звезда Ра стала остывать. Постепенно стало холодать. Лета больше не было, И все время была глубокая осень. Ярила превратился, Выражаясь астрономическими термами, Белый карлик. Вот как описано это в ведах. Стало тело его серебром, Стали члены его чистым золотом, Стали волосы лазуритом. Если посмотреть на фотографии белых карликов, То видно, что белый карлик Светит лазурным светом, То есть вокруг него образуется ореол Из лазурного сияния. Далее описывается, Что наступила зима, Вслед за осенью. Физически Ра угасал. Все, что имеет рождение в мире материи, Через время разрушается. Даже звезды и планеты, Несмотря на то, Что они живут миллионы лет. Но после своего угасания Ра оставляет своего сына Хорса Освещать мир. Из чего можно сделать вывод, Что система звезды Ра Содержит в себе еще одну звезду, Имя которой Хорс. Видимо, Хорсы поныне Продолжают освещать землю матушку В системе звезды Ра. Итак, Ра просит матушку Зимун, То есть богиню Вселенную, Поднять его на рога, Чтобы он стал небесной рекой, А потом пролился на землю рекой Ра. То есть солнечное вещество, То, что осталось от звезды, Растеклось в межзвездном пространстве, А затем бывшее солнце Ра Становится рекой Ра, На той земле, планете, Которую он освещал. Здесь также сказано, Что Ра-река берет свое начало С Уральских гор. Сейчас есть такое высказывание, Что нашу Волгу Изначально называли Ра-рекой. Возможно, это перенесенное название. И Ра-река первоначально протекала Не здесь, Так как наша Волга берет свое начало Совсем не с Уральских гор. Над землею кружился ворон. Видел он, На солнечном острове, Под горою крутой, Понад мыстрой рекой, Люлька маленькая качалась. В люльке той был Кама-младенец, Бог, рожденный Радой и Крышним. Подхватил черный ворон Каму, Полетел над волнами моря И ронял его с высоты. Проглотил Бога Каму кит. Тут сын Крышня В китовом чреве Стал молить Всевышнего Бога. Бог, Ты вверх меня в глубину, Надо мною плещутся волны, И кружатся бурные воды. Я отринут от света белого И объят морской пучиной. Ты услышь меня, Бог Всевышний, Ты меня изведи из бездны. И раздался голос Всевышнего, Кит, свободу дай Богу Каме, И зверг кит Каму на землю. И явился он в сады Рийские, И встречали его Крышин с Радой, И врата они раскрывали, И гостей на пир приглашали. Было выре и столование, И великое пирование, И Сурица лилась рекою По садам и золотым покоем, И хвалили все Бога Вышнего, И потом прославляли Крышня, После Каму Бога дарили. Итак, у Крышня и любви земной рады Рождается сын Кама. Вспомню, что в индийском варианте Кама это Бог физической, Чувственной любви. Отсюда и обучающая книга По физической любви В индийском варианте Кама сутра. Кама переводится как желание, И сексуальное желание в том числе. Любовь, рожденная Всевышним В своем физическом проявлении, То есть проявляясь в мире материи, Рождает желание или страсть Каму. Свойства этого явления Раскрывают в этом мифе. Далее Каму подхватывает ворон И бросает в чрево китат, Куда тот выбрался Благодаря только воле Всевышнего. Ибо у самого Камы Для этого сил не хватает. Как правильно понимать Эти аллегории? Речь идет о страсти, Которая возникает Как плод любви земной, О вожделении, желании Чего-либо или кого-либо. Здесь также упоминается кит, В чрево которого попадает Кама. В астрологической традиции Кит – это знак верхнего зодиака. Чистильщик, связанный с силами хаоса, Которые все поглощают. Смысл здесь вот в чем. Страсть может превратить все в хаос, Если она не управляется разумом. Для этого и нужна помощь Всевышнего. Само по себе чувство желания Или страсть – не темное качество, Но с большой буквы, Если они контролируются разумом. Посмотрите, как это показано в мифе. Ворон, то есть темное начало, Может ввергнуть чувство желания, Инстинкты в бездну, пучину. Неуправляемые инстинкты страсти Приводят к хаосу, к разрушению, Что символически показано через чрево кита. Но когда они подчинены разуму, То есть воле Всевышнего, То Кама выбирается из чрева кита И возвращается к своим родителям. Он свободен от тьмы и бездны. Представьте, что внутри у вас есть зверь. Это наши инстинкты. Этого зверя нельзя выпускать на волю, Иначе он вырвется, начнет делать, Что хочет и принесет много вреда, Ибо неразумен. Его нельзя забивать, Потому что он вам нужен для выживания. Он несет в себе инстинкты, Обеспечивающие выживание вида. Так что с ним нужно делать? А его нужно очеловечивать, То есть подчинять разумному началу. Вот о чем ведает прочитанная часть мифа. Бог Кама, начинающий познавать свою суть, Осознал, что неконтролируемые разумом страсти Могут привести к хаосу и отторжению от света, Как он говорит. Но Всевышний помогает ему на этот раз. После данного осознания ему приносят дары, Ибо это уже можно сделать. А какие дары, мы с вами читаем дальше. Поговорим немножко подробнее, Об этих дарах. Итак, лук и стрелы, поражающие сердца любовной страстью, Дал ему отец Крышинь. Крышинь, символически связанный с Сантурном, Дает сыну стрелы, попадающие в цель. Вспомним, что одной из функций Сантурна В астрологической традиции как раз является цель. Поэтому Крышинь дает инструмент для этого стрелу. Далее, любовь земная рада дала сыну коня, То есть время и силу, С которыми символически связан конь. Страсть будет иметь силу, пока длится любовь. Сварог, творец, подарил Каме колечко. То, что Кама должен был дарить к свадьбе, Естественно, любовь и страсть должны сопровождаться свадьбой. Кстати, если расшифровать слово свадьба, То получается следующее. Сва означает идущий от небес. Дил – это добросотворяющее. Ба – боги. То есть свадьба – это есть добро небес, Сотворяемое богами. То есть союз, заключенный на небесах. Любовь, скрепленная сварогом для создания семьи. Вот такой вот глубокий смысл хранят наши слова. Матушка Лада, женская половина сварога, Любовь всеобъемлющая, дарит Каме розу. Символ любви земной. Когда лечи в очистом полюшке расшумелися ветры, Буйные травы шелковые преклонились. Как тут ехал Кама по полюшку, Видит Кама в поле наездница. Добрый конь под нею играет, Ярко шлем на солнце сверкает. В правой ручке у ней соловушка, А на левой – белый журавль. В этой части мифа хочется обратить внимание На птиц, сопровождающих деву. Белый журавль и соловей. Белый журавль считался на Руси Священной птицей, божьей птицей. Был солярным символом. Соловей – вестник любви. В чем тут смысл? Одна половинка, обуянная страстями Кама, Встречает вторую – Аку, Несущую свет и призывающую к одухотворению страстей. Упомяну еще то, что журавль также считался Символом бдительности. Кличет в поле дева противника, Поединщика добромолодца. С ней съезжался Кама во полюшке. Из белой лица подъезжал он к ней И спросил, как звать тебя, дева? Называет меня Акою, Дочь я Дона Аса с Ясунью. Друг у друга мы силу смирим. Бог Всевышний кому поможет? Натянула лук поленица И стреляла в Кама младома. Вскинула лук разрывчатый Кама И пускал стрелу в поленицу. То поют не стрелы над садом, Соловьиная льется трель, То не алая кровь струится, Это розы в саду олеют. Итак, здесь мы видим начало Любовной страсти, любовной связи. Каму притягивает сильная, светлая дева, А деву притягивает страстный Кама. Падал камушка бог со своего коня И сходила на земной езднице И упала ему на грудь. Поднимала меч богатырский, Но рука у ней застоялась. В ясных очушках помутился свет. Шип тогда поленицу Кама. Падал ей на белой груди, Высоко поднимал он свой острый меч, Но рука его застоялась. И сказала Каме девица, Видно, бог решил нас с тобой мирить. Ты возьми меня, Кама, в жены. Поднимал тут Кама на ездницу, Целовал в уста ее сахарные, Называл женою любимою. Приезжали они в светлый Ире И устроили брачный пир. Все на свадьбе той наедались, Все на брачном пиру напивались. В этой части мифа показана Не только страсть любовная, Но и противоборство в человеке Инстинктивной и божественной природы. В конце концов эти два начала Обрели гармонию и, в кавычках, Поженились. Стал по саду Кама похаживать, Говорил жене таковы слова. Нет сильнее моей любви. Я в других сердцах зажигал любовь. Ныне сам поражен любовью. Я женил других, ныне сам женюсь. Я всех лучше владею луком. И сердца зажигал страстью. И стрелой любви я тебя сразил. Говорила Ака. Я не хуже тебя, и любовь моя посильнее. Страсть моя пожарче пылает. Каму речи те распалили. Мы поедем в чистное поле, И пускать будем в поле стрелы, Кто кого тогда поразит. Выезжали они в чистое поле. Кама клал кольцо золотое На свою головушку буйную. Говорил жене таковы слова. Отойди от меня далеко, И пускай каленую стрелку, Чтоб она попала в колечко. Натянула Ака лук разрывчатый, И пускала стрелку каленую, И попала стрелкой в колечко. И сказал Бог Кама, младой Аке, Чтобы встала она напротив. Клал на голову золотое кольцо, И сказала ему Ака. Не пускай ты, Кама, в стрелу свою. Так погубишь ты две головушки, В чреве я ношу, чадо малое, Твоего сыночка родимого, В серебре по колено ножки, Ну а руки по локоть в золоте. На затылке сияет месяц, Учи ясны, как огонь горят. Не послушал Кама Аку, Он натягивал лук волшебный, И стрелял в кольцо золотое, И попала Аке прямо в сердце. Тут Аке вместе с Камою Славу поют. Кама-бог подходил к молодой Аке. Распластал он ей чрево женское, Видит чадо в нем изнасеяно. В серебре по колено ножки, Ну а руки по локоть в золоте. На затылке сияет месяц, Учи ясные, как огонь горят. Становил он меч пред собою, И на меч тот бросился сердцем. Там, где кровь протекала Камы, Протекла там реченька Кама, Где лежала сына Мака, Протекли там глязь Масакою. Как цвела роза алая в Ирии, В розу был влюблен соловей. Пел ей песни, Близ розы вился, Но не смог он к милой пробиться, Лишь шипами сердце изранил. К быстротечной жизни любовь И за песню соловиной Наступает смерть и молчание. Но у самого края бездны, То, откуда возврата нет, Роза алая расцветает И поет над ней соловей. Печальный конец истории Любви и страсти Камы и Айки. Но давайте разберем по порядку, Чему нас учат веды. Итак, союз Камы и Айки Это союз инстинктивной Божественной природы в человеке. И поскольку они примирились И соединились, То зачали будущего Творца, То есть семя Духа стало прорастать. Посмотрите, как описано Дитя в чреве у Айки. По локоть руки в золоте, По колено ножки в серебре. Ясные чистые очи, А в затылке сияет месяц. По локоть руки в золоте Означает способность творить словом. Да-да, как Господь Бог творит. По колено ножки в серебре, Означая душу, Готовую перейти на качественно Иной уровень развития, Ибо она уже прошла полностью Круг воплощений. Эта душа опытная и мудрая. Очи ясные, Все ведения и все знания. Итак, Кама зачал в себе Будущего Творца, Слыша зов света. Или вернее, пробудил Духовное семя. Однако, это семя Надо еще взрастить Путем взращивания своей души, Путем овладения своей Инстинктивной страстной природы. И с этим он не справился. Несмотря на предупреждение Ки, Кама поддается страсти Доказать, что он самый страстный. Не слышит разума, Не слышит свою жену, И его, что называется, несет. В итоге получается, Что он словно убивает Этот росток духа в себе. А раз ты не смог Уберечь этот росток, Совершил непоправимое, Ибо из чертога смерти Возврата нет, То ты и сам словно умер. Но у самого края бездны То и откуда возврата нет. Но жизнь продолжается, И снова будут цвести розы И петь соловьи. Меф ведает еще о том, Что страсть без любви душ, Без отухотворения этой страсти Умирают очень быстро, Так ничего и не родив. Настоящий же смысл Союза мужчины и женщины Это не только любовная страсть, Но еще и рождение дитя Относительно материального мира, И рождение или раскрытие Или взращивание Духовного начала друг в друге. Иначе союз обречен на смерть. Союз семейный должен родить Плод земной и плод духовный. А вот следующая большая часть мифа Ветует об окончании очередной эпохи, Когда миром правила правь И об уходе духовной сущности Кришни. Как в небесном саде Ирийском Собирался Кришень в дорогу, Оседлал коня Белогривого, Брал с собой волшебный лук. Майя матушка так наказывала, Так молодому Кришню говорила. «Ты не есть за речку смородину, Не ходи к горе латырской!» Говорила Кришню и рада. Вижу я клубиться туманы, Слышу голос черного ворона. «Ты не есть за речку смородину, Не ходи к горе латырской!» Только Кришень их не послушал. Он поехал к речке смородине, И к той горе латырской. Видит Кришень меч на дороге. Только он к мечу наклонился, Обернулся меч черным враном. И взмахнул тот ворон крыльями, Полетел и сел на латырь. Кришень взял стрелу золотую, Натягивал лук разрывчат. Говорил ему черный ворон, «Ты не бей меня, не стреляй в меня! Послушай-ка весть мою!» Призывает тебя Всевышний. Истекла вода из креницы, И окончилось время Кришня. Наступает иное время, Колесо небес повернулось. Не послушал ворона Кришень, Он пустил стрелу золотую, И раздался голос Всевышнего. «Слушай, батюшка лук, золотая стрела, Не лети ты в ворона черного, Не лети к горе Алатырской, Попади в грудь Вышнего Кришня!» Не попала стрела в черного ворона, Не попала в камень Алатырь, Попадала она в сердце Кришеня. Как за быстрой речкой с мородинкой У высокой горы Алатырской Кровью истекал Вышний Кришень, Рядом с ним стоял белогривый конь, Он копытами высекал огонь, Как огонь высек, Мял ковыль траву. «Ой, вы, раночки, вы тяжелые, Высочитесь раны не кровью, Алатырской живою рекой. Ай, ты верный мой белогривый конь, Ты беги-ка вдоль по дорожке, Ты беги-ка, матушке родной И жене моей молодой, По ручью беги вдоль, по речке, Но не пей из речки кровавых вод. Прибежишь к кирийскому саду, Моя мать ворота отворит, Повстречает рада младая, Они спросят тебя, где Кришень. Отвечай, что я за смородиной, Что женился я на другой, Что с невестой скорой смертью Был обвинчен золотой стрелой. Мне теперь солнце красное, батюшка, А заря заренится мне матушка, Кроватушка мальцера земля. В головах гора Алатырская, Одеялушка, ночка темная. И тогда обернулся Кришень в бел горючий камень, Алатырь, из-под камня того горючего, То не алая кровь сочится, Алатырка речка струится. И пришли к горе Алатырской Майя матушка вместе с Радой, Приходили они и плакали, И пришли волхвы многомудрые, И восславили бога Кришня. Только видит Рада и Майя, То не камень лежит горючий, То стоит пред ними крышень, И лицо его солнце красное, А в затылке сияет месяц, А во лбу его там звезда горит. Вся природа возликовала, И слетелся латыря ворон, Улетел за горы Хлангурские, Спрятался в ущелье темное. Видит Рада и Майя матушка, По горе идет вышний крышень, Поднимается к сварге синий, Со Всевышним рядом садится, Слышат песни они и славы, Слышат голоса небожителей. И волхвы тут Кришня спросили, Ты за что нас оставил, Кришня? Кто нас будет учить вере правой? Кто же нас в ночи приютит? И ответил инвышний Кришень, Не печальтесь о том, волхвы, Я создал вам горы золотые, Сотворю и реки медовые. Но сказали так мудрецы, Не нужны нам горы золотые, Не нужны и реки медовые. Дай нам имя твое святое, Чтоб во всех грядущих веках И во всех назначенных жизнях Имя мы твое прославляли. И сказал им так Вышний Кришень, Вы умели слово сказать, Вот вам имя Вышнего Кришня. Итак, заканчивается эпоха Кришня, И приходит следующая эпоха Индры, Когда Най восстает над правью В мире Яви. Вернее, Най восстает над Явью. То есть приходит власть времени темного, Когда тьма проявляет злые лики, И Всевышний допускает это, Приказав стреле Кришенью убить его. Это нужно было для того, Чтобы люди приобретали прививку от зла Во время темной эпохи. Как говорил молодой Кришень, Когда Тавелесу стану я и свечой, И книгой, и камнем, Так и произошло. Кришень нес свет духовного просвещения, Символ свечи и книги, А в конце превратился в белгорючий камень, Алатырь или алтарь, То есть священное место, То есть принес себя в жертву Приближающейся эпохи. Но его мать и жена Увидели Кришенья преображенным, Его истинную суть, суть Бога, Ибо он поднялся к своему отцу Всевышнему И сел рядом с ним. При этом черный ворон улетел И спрятался в своем царстве, Ибо не увидел смерти, Не увидел смерти Кришенья. Интересно, что волхвы, Жрецы Кришенья, Поступают в конце очень разумно, Прося открытием имя Бога И отказываясь от гор золотых И рек медовых. Почему? Потому что тот, кто ведает истинное имя Бога, Становится единым с ним на всех уровнях. И этим самым Кришень словно укрывает их в ночи, В грядущие ночи в эпоху Индры. В награду за прозорливость волхвов Кришень открывает им свое истинное имя. Сравнивая уход Камы и уход Кришенья, Мы можем увидеть два разных варианта ухода Богов. Один – это смерть действительная. Второй – это преображение в истинного сына Творца. То, о чем я рассказывала в видео о Марине. Далее наступает эпоха Индры, сына змея. Мифы, относящиеся к этой эпохе, весьма интересны, Ведая о том, как поступает племя змеиное. И нам нужно обязательно это изучать, Ибо тот, кто знает, тот вооружен и защищен. Об этом пойдет речь в наших следующих видео. А на этом пока все. Желаю всем создавать крепкие семьи И обогащать друг друга не только любовью, Но и Духом Святым. Благодарю за внимание.